МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это Монетогорское «Времечко» здесь и сейчас в прямом эфире. 35 55 00 – это наш номер телефона. Как устроена психиатрическая система для школьников? Сегодня тема нашего разговора. В студии я, Юлия Бударина и Елена Старостина. Добрый вечер. Вчера ученик одной из школ Челябинска принес в образовательное учреждение молоток и напал на сверстников. И учителя пострадавшие госпитализированы, возбуждены уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность». Сразу после того, как эта новость появилась в СМИ, в телеграм-каналах была установлена причина «следственная связь». Всему виной неработающие рамки металлоискателя, некачественная работа в целом ЧОПа, а также компьютерные игры. И буквально вся картина была перед глазами посетителей телеграм-каналов. Как вы считаете, уважаемые телезрители, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы обезопасить наших детей в школе? Сейчас вот вновь начнутся проверки, вновь начнут усиливать охрану и прочие мероприятия проводить в этом направлении. Но пройдет какое-то время, и все вновь угаснет. Да, и дай Бог, чтобы снова не повторилось такое. На Ваш взгляд, уважаемые телезрители, что может быть эффективным в борьбе с такими ЧП? 3555-00. Присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. А я представляю наших сегодняшних гостей. Это Ирина Числова, председатель психолога медико-психологической комиссии города Магнитогорска, и Надежда Щербатова, учитель-дефектолог, заместитель руководителя ПМПК. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, возможно ли заранее распознать в детях зарождающееся вот такое асоциальное поведение в будущем? Ну, нарушение поведения, конечно, можно диагностировать в раннем возрасте. Но такие тяжелые девиации, которые проявились в этой ситуации, криминальные девиации, они в таком раннем возрасте, конечно, видны не будут. Ребенок с нарушением поведения, он не является ребенком с ОВЗ в большинстве своем. Чистое нарушение поведения. Оно может входить в структуру дефекта. То есть, если у ребенка есть какое-то нарушение психологического развития, то в состав такого нарушения может входить и нарушение поведения. Но с точки зрения законодательства, статус ОВЗ по поведению не присваивается. То есть, таких адаптированных программ в законодательстве Российской Федерации для детей с нарушением поведения не существует. Ну, смотрите, в данном случае ведь это коррекционная школа, и психологи должны были как-то более профессионально работать в этом направлении. И все-таки случается такое. Ну, дело в том, что если мы говорим о коррекционной школе и о детях, которые там обучаются, их особенности, их психологического развития говорят прежде всего еще о том, что у них недостаточный навык саморегуляции, самоконтроля и недостаточное умение регулировать свои эмоциональные какие-то вспышки, горячие эмоциональные реакции. Это их особенность психологическая. Поэтому для детей таких категорий как раз и предусмотрены небольшие учебные коллективы, особые подходы к психологической коррекции, потому что есть такая особенность у детей. Не обязательно она будет проявляться в отклонениях в поведении, но особенности саморегуляции, слабость психических функций, то есть то, что может привести к таким проявлениям у таких деток, существует структура их нарушения. А это может заместить только профессионал, психолог, дефектолог или обычный учитель тоже может как-то распознать? Или родители. Да, или родители. То есть заподозрить неладно. Если ребенок уже посещает образовательную организацию коррекционной направленности, то, конечно, там учитываются психофизические особенности детей разных нозологий. То есть для детей с разными нарушениями разные проявления могут быть. Поэтому, конечно, и психологическая работа строится с учетом особенностей детей с определенными нарушениями. И методы приема обучения детей тоже очень четко прорабатываются для того, чтобы или предупредить утомляемость, как физическую, так и эмоциональную, психологическую, интеллектуальную предупредить эту утомляемость, так и, наоборот, ее более активизировать в зависимости от цели и видов уроков. Ну и тем не менее, вот такое вот случается. Вот как можно объяснить, с чем это связано? Может быть, те же погодные условия как-то влияют? Я не знаю, наступление осени, что? Ну, возможно, это вот именно индивидуальные особенности этого ребенка. То есть у него психологическое состояние, его психические нарушения какие-то, они более тяжелые. То есть в структуре его дефекта. Я конкретно не знаю, какая коррекционная школа и какой у него диагноз, по какой программе этот ребенок обучался. Но, видимо, это его индивидуальная особенность, которая сыграла такую роль. 35-55-00, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. Мы сегодня говорим, как уберечь нам своих детей в образовательном учреждении. Но вот кто постарше, я даже сегодня такое мнение слышала, утверждают, что вот раньше в школах проходил медосмотр, и психиатр присутствовал даже. Вот какое-то такое медицинское обследование было. Что ваше точка зрения на это сейчас как? Наждано или нет? Да, да. Хотя я предвещаю ваш ответ. Скажу, что тем не менее, в те времена были и маньяки вырастали, и интерны. Это вроде бы не было, которое мы сегодня так обвиняем. И тот же щекотило в те времена. И все это. Как на это смотреть? С какой стороны? Ну, наличие психиатра в образовательной организации, это было бы, конечно, одним из правильных, нам кажется, решений. Потому что дети, имеющие нарушения психологического развития, или нарушения интеллектуальные, или нарушения, касающиеся расстройства аутистического спектра, они нуждаются прежде всего в медикаментозной поддержке. И если бы специалисты медицинского профиля оказывали медицинское сопровождение таких детей, это было бы очень продуктивно. Потому что любой специалист, работающий с такой категорией детей, знает, если ребенок принимает адекватное лечение, его поведение, его реакции, его возможности, его результаты качественнее, чем тогда, когда лечения нет. Сейчас, в последнее время, эту функцию передали родителям. И родители самостоятельно должны обратиться в случае таких проблем к врачу-психиатру. А раньше действительно психиатры входили в состав. Да, в медицинскую. Да, и даже в состав консилиума входили психиатры, которые участвовали в разработке адаптированных и индивидуальных программ. Сейчас, к сожалению, это нет. Я даже так понимаю, что без разрешения родителей даже психолог не может работать с ребенком. Да, собирают подписи. Сейчас, да. Даже на любую диагностику, логопед, дефектолог или психолог, они берут с родителей письменное разрешение на выполнение вот таких вот действий. Давайте теперь обратимся к вашей комиссии. Чем занимается комиссия психолога-медико-психологическая? Такое у вас название. Давно же вы существуете, да? И чем занимаетесь? Да. Комиссия существует в городе Матогорске очень давно. Ее история начинается в 90-х годах. Даже, может быть, раньше. Особенно у истоков создания стояла Анелия Станиславовна Рыбакова, вот недавно отметившая 80-летие. И комиссия – это такой очень важный структурный элемент системы образования города, которая призвана диагностировать детей и на основе вот этой комплексной диагностики рекомендовать специальные условия обучения для таких деток. Вот в специальные условия обучения входит очень много составляющих. Прежде всего, это адаптированная общеобразовательная программа. То есть, собственно говоря, что, кто и чему будет учить данной категории детей. Дальше идут еще специальные методы условия, учебники, методы приема, технические средства. Кадровое обеспечение. То есть, очень много параметров входит в специальные образовательные условия. И вот заключение ПМПК, которое сейчас разрабатывается на основе автоматизированной системы, как раз и отражает вот эти все необходимые ребенку условия обучения. Но в основе нашей диагностики прежде всего лежит психологический эксперимент. Вот Надежда Владимировна расскажет. Что за эксперимент? Рассказывается, над кем эксперименты достанет. Да. Ну, то есть, у нас существует определенный диагностический материал, который разработан специалистами, не нами. Мы просто его используем. Диагностический материал подбирается индивидуально для каждого ребенка в зависимости от его возраста, от его возможностей. И потому что родители нам задают вопрос, что мне делать. Мой ребенок не говорит ему столько-то. У нас будет один блок диагностических методик. Мой ребенок все говорит, но не умеет вот этого. То есть, все в зависимости от возраста и от особенностей ребенка. Подбирается вот этот диагностический материал. И эксперимент заключается в том, что если у ребенка что-то не получается, мы его обучаем в виде игры, то есть, показываем, как выполнить это задание. И потом предлагаем аналогичное задание. Это и есть вот такой учебный эксперимент. И если ребенок справляется с этим успешно, то есть, мы видим просто, никогда он это не делал, никогда ему не обучали. Но мы видим, что ребенок хорошо принимает эту помощь. И вот этот экспериментальный вариант принял. Значит, у ребенка в этом плане, в этом блоке все достаточно хорошо. Кто может быть инициатором обращения в вашу комиссию за помощью? Инициатором обращения могут быть и родители, законные представители ребенка. Точно так же и образовательные организации. А занятия, вот эти эксперименты, все это вы проводите на какой площадке? Где это все проходит? Ну, наше обследование, то есть, обучающий такой эксперимент педагогический, он является одним из элементов нашей процедуры обследования. Это обследование, оно комплексное, в присутствии нескольких специалистов. Оно проходит в нашем учреждении, которое находится по адресу Ворошилова, 16, дробь 1. Мы являемся структурным подразделением Центра психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи города Магнитогорска. Ну, до вас ведь не сразу, да, дети доходят? Насколько я знаю, там сначала психиатры, по-моему, проходят, да? Потом только к вам попадают, там целая цепочка. Ну, они сначала проходят медицинскую комиссию, то есть получают бланк, выписка из истории раннего развития, проходят медицинскую комиссию по месту проживания или по месту регистрации. Вот, точно так же потом готовятся документы или лично родителями и частично образовательной организации, если ребенок посещает эту образовательную организацию. И потом только обращаются к нам. А могут как из детского сада, так и из школы к вам направить? Да, мы обследуем детей от ноля, то есть с момента рождения бывают такие детки к нам. Родители обращаются, если там, например, по состоянию здоровья ребенку необходимо оформить инвалидность. И МСЭ запрашивает наше заключение для того, чтобы правильно сформировать индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Поэтому смотрим даже на вырожденных деток. Как вы считаете, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы обезопасить наших детей в школе? Сегодня мы взяли за основу ЧП, которое вчера произошло в школе Челябинска. Звоните 35 55 00. Сейчас мы прервемся на сюжет, а затем вернемся в студию нашего прямого эфира. Решение о создании нештатных звеньев пожаротушения было принято на ММК еще в 90-е годы прошлого века. Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии по ОМК Андрей Черябкин отметил, что сегодня на предприятии более 400 таких звеньев, в которых задействовано более 2000 сотрудников. И задачи, стоящие перед ними, очень важны. Во-первых, следить за тем, чтобы у нас с точки зрения пожарной безопасности было все соблюдено, все правильно, работы производились с соблюдением всех требований, да, вы как некий эталон, как некий носитель знаний. И второй момент, это, естественно, та прикладная задача, которая перед вами стоит, когда происходит какой-то инцидент, когда происходит какое-то возгорание. То есть это ровно вы те люди, которые на первом рубеже... Главная цель ежегодных состязаний – проверить готовность сотрудников нештатных звеньев к действиям при угрозе и возникновении пожара, начиная от информирования, заканчивая непосредственно ликвидацией возгорания. В нынешних соревнованиях по традиции приняли участие несколько десятков звеньев из различных структурных подразделений по ОММК. По итогам стартов были награждены лучшие в индивидуальном зачете по двум номинациям – тушение горящей жидкости и преодоление 100-метровой полосы препятствий. Также отметили лучшие команды, выполнявшие упражнения по боевому развертыванию. Здесь в тройку призеров вошли звенья, представлявшие производство металла с покрытием и кислородно-конвертерного цеха, а победителями стали сотрудники ЛПЦ-11. По совокупности индивидуальных и командных результатов определились и абсолютные победители. В число призеров попали локомотивный и электросталеплавильный цеха, а главный приз забрал все тот же 11-й листопрокатный. Мы этим делом занимаемся уже 13 лет этой командой и со временем оттачивали свое мастерство, как могли. И в итоге вот у нас есть кубок, первое место. Он наш не первый, у нас уже были первые места. Да, и мы стараемся ежегодно, из года в год оттачивать мастерство и занимать места. Собственно, личное первенство у нас тоже не впервой, что подтверждает и сейчас результат. Пожарная безопасность, она параллельно проходит вообще с нашей жизнью, в быту, на производстве. Потому что, не дай бог, но это случается, и знать, как действовать в экстренных случаях, это жизненно необходимо и важно. Насколько приходится перестраиваться человеку с того, когда он выступает сам за себя, и на то, как выступать именно в составе команды? В принципе, никак. Делай все правильно и быстро, и результат будет один. Это Магнитогорское времечко, и мы продолжаем. Что такое психолого-медико-педагогическая комиссия, стоит ли ее опасаться родителям, и как она влияет на будущее ребенка. Сегодня у нас эксперты, которые нам помогают разобраться в том, на какой стадии, как не упустить, когда с ребенком что-то не так, и что-то в его развитии идет не в том направлении. Как происходит сама процедура обследования на ПМПК? Процедура обследования на ПМПК начинается с собеседования социальных педагогов с родителями. То есть у нас в пакете документов существует социальная карта ребенка, и все начинается именно с того, что родители опрашивают, задают вопросы, касающиеся семейного, социального статуса семьи. То есть там опрашивается, полная семья или не полная, там сколько детей, как проходил вообще период обучения ребенка с рождения, посещал ли детский сад, не посещал. Да, ну в каких условиях? То есть все это уже обговаривается. А потом уже пакет документов передается в одну из бригад. В состав бригады входит учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач-психиатр, и еще пятый человек – это тот, кто обследует непосредственно, работает с ребенком. Не теряются дети в такой ситуации? Столько сидят специалистов? Ну всяко бывает, бывает, что некоторые теряются, но вот в том-то и роль вот этого человека обследующего – это заинтересовать ребенка, и тоже все индивидуально. С кем-то начинаешь разговаривать по одежде, ой, какие у тебя там зайчики, какие мышки. Кому-то предлагаешь взять игрушку, кому-то разрешаешь походить по кабинету, пусть походит. Кому-то, кто-то хочет поцеловать мамочку, садись на коленки к мамочке. То есть такая вседозволенность, ну как бы в хорошем смысле, да? То есть у нас разные подходы. Вот, ну и поэтому вот работает один педагог, остальные фиксируют те пункты, те моменты, которые они выявляют. Которые нужно обратить внимание. Да, вот. Поэтому это мама, родители, законы представители всегда присутствуют, независимо от того, сколько лет, даже взрослые уже подростки, старше 15 лет, все равно родители или законы представители обязательно присутствуют. Поэтому они все видят, они все слышат. По завершении обследования, ребенок с родителями немного отдыхает у нас там в холле. Мы все это обсуждаем. Каждый высказывает, что получается, по каким, чтобы рекомендовали, какую адаптированную программу, по каким направлениям лучше работать. Потому что в наших заключениях прописаны еще и основные направления. И педагога-психолога, и учитель-логопеда, и учитель-дефектолога. Поэтому мы это все обсуждаем, приходим к какому-то единому решению, приглашаем снова родителей законных представителей и рассказываем, какое заключение мы сформировали, почему именно это заключение, почему мы рекомендуем именно такую адаптированную программу, и на какие основы, на что надо обратить внимание родителям. Мы говорим о том, что будут с вами работать такие-то педагоги по таким-то направлениям, а вам, как родителям, законным представителям, мы рекомендуем наблюдение, лечение у определенных врачей. Мы тоже прописываем. Это могут быть врач-психиатр, это могут быть какие-то узкие специалисты, если ребенок с нарушением зрения, то офтальмолога, если там с нарушением слуха, усурдолога и так далее. Вот мы все это родителям рассказываем. Сроки действия у этого заключения есть? У этого заключения, для того, чтобы вступить в обучение по этой программе, есть один год со дня выдачи нашего заключения. То есть есть ребенок. В течение года можно поступить. Да, да. Потому что иногда бывает, что родителям не очень нравится наше заключение. И мы говорим о том, что вы подумайте, вы поразмышляйте, мы рассказываем об особенностях этих детей и об особенностях создания специальных условий. Почему в этой школе или в этом детском саду ему будет комфортно. Мы об этом все рассказываем. Конечно, некоторым родителям надо время, чтобы принять решение. Наше заключение принять или не принять. Вообще заключение для родителей, законных представителей, носит рекомендательный характер. То есть только они принимают решение. Как дальше уже действовать? Да, пользоваться этим заключением или не пользоваться. То есть вы предоставляете это заключение родителям? Да. Они уже потом вправе им распоряжаться? Как они считают нужным? Ну, еще по поводу действия, сроков действия заключения. То есть для предъявления в органы, управляющие образованием муниципалитета, для предъявления в образовательной организации, да, у родителей год. Но есть категория деток, ну, то есть если документ предъявлен и дети обучаются, протокол будет действовать одну ступень обучения, если нет особых указаний, например, на повторное диагностическое обследование. А так ступень обучения дошкольное, начальное, основное, среднее, профессиональное. То есть заключение формируется в основном на ступень обучения. То есть пришли в детский сад, закончили, пошли в школу, снова пошли. То есть если вот тут как раз можно сказать родителям, что никто не ставит ребенка с диагнозом один на один и навсегда. То есть ребенок всегда в динамике наблюдается. У нас есть детки, у которых по пять, по четыре, по пять заключений по МПК. То есть и они пришли первый раз маленькие, мы их год наблюдаем, через год приходят, мы им даем до семи лет, в семь лет еще раз смотрим, в школе еще раз можем посмотреть, в четыре, после четвертого класса обязательно всех детей, которые имеют статус ОВЗ, обучаются в школах для детей с ОВЗ, и не только в этих школах, а инклюзивно в общеобразовательных. Они проходят обследование после завершения начального обучения. Все в городе. А есть возможность у родителей познакомиться, например, с детским садом? То есть они боятся перевести ребенка, например, в логопедический. Да, вот прийти посмотреть, пока он еще не пришел туда обучаться, как проходит обучение, ну, ребята. Одна из наших рекомендаций – это обратиться родителям в тот детский сад, в который бы они хотели попасть, или в ту школу, в которую они хотели бы, или мы рекомендуем. И мы так прям, одна из наших рекомендаций – сходите в детский сад, посмотрите условия. Да, задайте те вопросы, которые вас интересуют. Руководители, да, школьные, да, образовательные организации, специалисты, дефектологи, логопеды – вам все объяснят, расскажут, покажут. И, конечно, специалисты школ всегда идут, и детские сады всегда идут навстречу для того, чтобы объяснить людям, что их здесь ждет, как будут с ними заниматься, да, какие услуги оказывает образовательная организация, как организован образовательный процесс, какие специалисты работают. То есть специалисты детского сада всегда идут навстречу, чтобы, если у родителей возникает такая необходимость, желание. И вот у родителей все-таки давайте развеивать мифы, потому что многие родители боятся проходить эту комиссию, что это потом клеймо на всю жизнь, и вот множество существует. Вот давайте, какие из самых распространенных мифов, которые сегодня вы хотели бы развеять? Ну вот первый, тот самый, когда они говорят «навсегда». Я вот еще раз хочу обратить внимание, что диагностика – это дело динамическое, и дело продлевается во времени. В течение всего образования ребенка, пока он учится в детском саду и в школе, его могут посмотреть несколько раз. При этом, если даже вынесено наше заключение, а специалисты детского сада видят, что ребенок, что ему нужно сменить образовательные условия, детский сад инициирует обращение на ПМПК, и мы смотрим ребенка. И если действительно произошли такие качественные изменения, которые могут повлиять на смену образовательного маршрута ребенка, мы, конечно же, этого ребенка смотрим, принимаем такие решения. То есть обратно в обычный детский сад перевести? Конечно, и в обычные школы. Это тоже возможно. Конечно, это не может быть таким бурным процессом, потому что все-таки наше заключение – это экспертные заключения. То есть это серьезно? Конечно. И специалист, каждый, кто сидит в нашей комиссии, прекрасно понимает, какую меру ответственности он несет, подписывая данное заключение. И наше решение – это прежде всего судьба ребенка, это, может быть, даже семейные отношения, потому что в семье, где появляется ребенок с ОВЗ, могут возникнуть некоторые психологические проблемы. И если уж говорить откровенно, то это еще и материальная составляющая, потому что обучение ребенка, если родители сами хотят какую-то дополнительную помощь, могут ввести к затратам, но и выделение государственных денег, организация рабочих мест, специалисты. Ведь это все формируется на основании наших заключений. В образовательных организациях, где дети в СОВЗ учатся, нет детей, у которых нет заключения по МПК. Какой еще миф? Родители очень боятся фразы, когда пишем наблюдение лечения у врача-психиатра. Они просто боятся. Они сразу говорят, мой ребенок не псих, туда мы не пойдем. Но это, наверное, идет еще с тех далеких времен. Дело в том, что это очень важно. Действительно, вообще коррекционная работа и качество коррекционной работы зависит от трех компонентов. Это образовательная организация, это семья, родители, как они помогают своему ребенку учиться, и это медикаментозная помощь. К сожалению, без этих трех компонентов невозможно добиться положительных результатов. Поэтому мы всегда пытаемся объяснить родителям, что ничего страшного нет, что с врачом надо взаимодействовать, надо консультироваться, надо действительно спрашивать, надо принимать то лечение, которое назначают врачи-психиатры, и в то же время надо отслеживать своего ребенка, как влияет это лечение. Мы всегда рассказываем родителям о том, что надо контролировать и надо обращаться к врачу, если вас что-то волновало, встревожило. Возможно, надо поменять схему приема, может быть, препарат, может быть, дозировку. То есть все очень боятся именно этого. А получается ли родители переубеждать, когда, допустим, педагоги в школе заметили, что что-то не так и предлагают именно такой путь решения проблемы? Ну, вообще, работа с родителями – это важнейший компонент работы любого образовательного учреждения и нашего учреждения, потому что родители, как основной участник образовательных отношений в нынешней системе образования, конечно, очень много решают в плане того, как, где, каким образом их ребенок будет учиться. Поэтому, конечно, решение родителей – это первое решение, касающееся обучения детей с ОВЗ. Оно принимается не всегда легко. Но тяжело такое решение принять родителей, конечно. Ну, основной прием убеждения – это доказать, что наша рекомендация создаст адекватные возможности у ребенка условия обучения. И ребенок будет получать то, в чем он по-настоящему нуждается – комплексно и системно. И если мы отдадим, если мы предоставим этому ребенку эти условия вовремя, в тот момент, когда мы называем сензитивным моментом для создания, для развития каких-то определенных его новообразований, его психики и характера, то этот ребенок будет развиваться намного лучше и будет достигать больше успехов в усвоении рекомендованной программы, если он будет обучаться в адекватных условиях. В комфортной среде, да? Не просто комфортной, а адекватной его возможностями. То есть, если ребенку нужно, его особенности восприятия материала, помощи такова, что ему нужно не один раз повторить, а 10, и нарисовать схему, и пальчиком обвести контур буквы для того, чтобы он ее запомнил, условно говоря, то нужно, чтобы в классе было мало человек, надо, чтобы родители понимали, что если они приведут ребенка на занятия к логопеду платному, это не всегда может привести к тому позитивному решению, потому что в школе, в специальных учреждениях, создаются условия всесторонние. Социализация, да? Да, там, да, то есть адекватные условия позволяют ребенку. И вот это вот нужно донести до родителей. Наверное, тоже как-то бережно к родителям надо относиться, да, чтобы их психику не повредить, когда они принимают это решение. У нас задача без педагогических диагнозов, условно говоря, без... Не запугивать, да? Да, мы обязательно говорим. Мы всегда начинаем с положительного. Мы всегда хвалим ребенка, потому что всегда есть за что похвалить. Мы ребенка всегда хвалим, потому что мы понимаем, что у ребенка на обследовании сидит ситуация экзамена, и он волнуется, и мама волнуется, и, конечно, наша задача создать психологический комфорт. Никто не повышает никогда голоса, не упрекает родителей в чем-то. Мы пытаемся донести, что если мы приняли такое решение, это прежде всего во благо ребенка. Случается так, что родители сначала отказались, а потом через какое-то время приходят и говорят, ой, вы все-таки были правы. Бывают такие случаи? Да, к сожалению, есть. Это особенно у школьников. А время упущено, наверное. Да, они нам говорят, вот вы нам говорили, идите учитесь в такую-то школу или сходите в детский сад коррекционный. Мы вас не послушались, ходили в обыкновенные. Сейчас пришли в первый класс общей образовательной школы. Ребенок, к сожалению, не справляется. И очень обидно, когда уже во втором, в третьем классе к нам приходят ребята, и вот столько много времени упущено, и тогда им, конечно, тяжелее уже скоррегировать те нарушения, которые у него прям стали уже прочными. И в любом случае ответственность несут родители, как и вот в том ЧП, которое случилось вчера в Челябинской школе. 13-летний ребенок, а ответственность теперь будут нести родители. Выводы вот после такого делаем в очередной раз. Еще раз давайте напомним адрес, по которому вы находитесь, потому что если родители, кто-то, может быть, не водит в детский сад ребенка, но замечает что-то неладное, куда можно обращаться? Ну, наша комиссия находится по адресу Ворошилова, 16, дробь 1. Обращаться к нам можно лично, можно прийти, можно обратиться по телефону 40, 26, 14. Но электронной записи у нас пока нет, потому что у нас только важна индивидуальная обработка каждого запроса, потому что очень много тонкостей и, конечно, лучшее очное объяснение. Очное объяснение, да, то есть лично с родителем или законным представителем. А очередь большая, вот говорят, попасть. В общем, вот Лена говорит, пыталась сколько прийти и не получалось. К сожалению, бывают такие у нас моменты, когда у нас действительно очень длительное ожидание. Это в основном приходится на то время, когда у нас выпуски идут из коррекционных учреждений, из дошкольных учреждений при переходе в школу или вот выпуски. Это, например, май месяц, да? Да, май, июнь, да. Ну и вот всегда у нас горячая пора, это август, когда надо обязательно всем... Перед школой. Да, всех-всех надо детишек обязательно устроить в школу. То есть самое такое время, когда подходить можно? Когда свободно. Вот, знаете, февраль, март, то есть после Нового года. Время, конечно, дошкольников вообще у нас по нашей циклограмме. Мы смотрим круглый год ежедневно, ну, каждый месяц. Вообще проблемы-то актуальны, да? Вот таких детишек, вот малышей, например, их много? У кого какие-то проблемы в развитии, да? Ну да, у нас бывает обращаются вообще деткам по два года, а уже родители бьют тревогу, что-то их начинает волновать. Но это правильно, что чем раньше, тем лучше? Ну, конечно, если действительно существует серьезная проблема, чем раньше начинается коррекционная работа, тем лучше. И сейчас в дошкольном образовании уже с трех лет начинают работать адаптированные программы для всех на залоге. То есть и для детей с задержкой психического развития, и для детей с нарушениями интеллекта, для детей с сенсорными нарушениями. И даже речевые группы открыты у нас с трех лет, если это общее недоразвитие первого уровня, когда ребенок вообще практически не разговаривает. Сейчас, кстати, вот много таких ребят в садиках, да? Да, вот также у нас в городе вот сейчас открылась ресурсная группа для детей с расстройствами аутистического спектра. Там детки совсем маленькие, у которых как бы вот еще в ярком проявлении этих расстройств нет. Но все равно какие-то предпосылки, какие-то элементы этого расстройства увидели родители, увидели педагоги, увидели врачи. И поэтому эта ресурсная группа у нас в городе создана сейчас. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу. Говорим мы сегодня о психическом здоровье наших детей. 35-55-00, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, затем вернемся в студию прямого эфира. А с промокодом еще дешевле. Только в сентябре в мобильном приложении Фармлент повышенная скидка по промокоду MOP0924. Вот это я удачно в Фармлент сходил. Телекомпании ТВИН требуется журналист. Требования, коммуникабельность, грамотная речь, опыт работы приветствуется. Резюме присылать на почту ТВИН требуется инженер видеомонтажа со знанием программ Адол Премьер. Телефоны 330361 и 8902-862-1587. Резюме отправлять на почту реклама собакотвин.мгн.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зарядка на телеканале ТВИН Источник бодрости и хорошего настроения. Тренируемся дома, ежедневно. На телеканале ТВИН в 6.40 и 15.20. Будь активным вместе с нами. Сейчас коротко о главном. Об интересных фактах. Триумфатор Кубка Победы, Конь Жемчуг. Первые письменные упоминания о нем датируются 921 годом. О ярких событиях и объектах. Мы его не просто потрогаем руками, но еще и прокатимся. Почти экскурсия, почти флешмоб, почти жизнь. О том, что важно. Грандиозный проект не только в масштабах Магнитогорска. Вес одной такой плитки из гранита составляет порядка 40 килограммов. О том, что мотивирует. Неважно, какими мы прибежим, мы уже первые. Эффектно, технично и красиво, как всегда. Смотрите «Время местное» по будням в 19.30 на телеканале ТВИ. Это Магнитогорское «Времечко». Мы продолжаем эфир. И тема у нас та же самая. Школьник в Челябинске напал на учеников и педагогов. Есть пострадавшие, они госпитализированы. Оказывается, вся необходимая медицинская помощь. Мальчик в школу принес с собой нож, молоток. Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность». Ребенок опоздал на урок и не вызвал никакого подозрения у охранников. Но первыми виновными оказались охранники. И случилось такое ЧП. Алина Азиева, педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Магнитогорска присоединяется к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Что недостаточно делаем мы с детьми, что у нас такие случаются ЧП? Да, действительно, город наш потрясла такая трагедия, которая коснулась, наверное, каждого, кто слышал об этом. И, к сожалению, уже с 2018 года мы вынуждены каждый год сталкиваться с этим, нападением учеников школы на школу. Есть даже такой термин, который называется «скулшутинг», запрещен в Российской Федерации. И, ну, будем говорить, можно говорить и «скулшутинг» называется это так сегодня. Дело в том, что у этого явления существуют причины, они внешние и внутренние. Среди внешних причин выделяют, ну, например, как одна из основных причин, это отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями и внимания со стороны родителей к ребёнку. То есть зачастую они не интересуются, не знают, не понимают, чем занят ребёнок, что ему интересно. То есть накормил, проверил ещё, слава богу, уроки, выучил, нет и всё. Да, то есть вот такие вот конфликты ребёнка с педагогами, с сверстниками зачастую провоцируют такое поведение. Буллинг, травля по-другому, да, о которой мы очень тоже много сейчас говорим. Увлечённость ребёнка компьютерными играми с большим количеством агрессии, насилия, смерти, когда стирается грань между реальной смертью и воображаемой. Но вот здесь какая-то одна из причин ещё вовлечения в соцсетях, деструктивный контент. Да, да, деструктивный контент, как одна из причин. Ну а к внутренним причинам можно отнести депрессивные состояния ребёнка, его ведомость как черта личности и также психические отклонения. Об этом уже в начале передачи говорили немного. Всё-таки да, есть. Хотя по последним исследованиям всё-таки дети, которые совершают такие действия, не 100% с психическим отклонением. Просто поддались воздействию, да, какому-то? Да, да. Они прекрасно осознают, что они делают, у них есть план, цель, то есть соображают, а они хорошо. Наоборот, всё чётко делают. Да, 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 то есть это бывает из чувства мести, из чувства, так говорится, затравленности вот этой вот, когда куда-то нужно выместить это зло, да, и ребёнок как бы уже этот план, ну, планирует задолго до... Да, 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 да. Но я вот из разговора так понимаю, что от этого невозможно защититься, да? Это как вот, что ДТП на дороге, ты выходишь, что вот такая вот ситуация, она... Мы не страхованы от этого, получается, наши дети. Я, наверное, такой фатализм, наверное, не стала бы поддерживать. Минимизировать всесторонне можно, конечно. Я думаю, нет как бы предела совершенства, эффективность работы системы можно, конечно, повышать. Но, безусловно, есть такие органические причины и психологические глубокие причины, которые почти неизбежно могут привести к таким срывам. Но опускать руки нельзя, и, конечно, должна быть разработана достаточно такая полная схема, система помощи такой категории детей. Про медикаментозную коррекцию мы говорили. Дети с нарушением поведения, которые диагностированы врачом-психиатром, это, конечно, особая категория детей. Они требуют безусловной, стабильной, регулярной, продуманной медицинской коррекции. Просто психологическими приемами таких детей не исправить, нужно обязательно лечить. Они должны лечиться и в стационарных условиях. Поэтому за этими детьми должно быть очень серьезное наблюдение. А выявить таких детей помогаете? Да, но, конечно, вы знаете, собственно, я вот даже могу вам сказать почти со стопроцентной уверенностью, что если бы данного ученика привели к нам, например, на комиссию, он не показал бы тех своих проявлений, тех особенностей, которые бы заранили бы в нас сомнения. Да, потому что... Ну вот я о том и говорю, что это значит минозамеренного действия. Конечно, потому что он прекрасно, большинство детей прекрасно понимает, что они находятся в ситуации обследования, о чем их спрашивают. Особенно взрослые, да, дети и подростки. Конечно, они не будут демонстрировать свои низменные какие-то поливы. Алина, ну и что же делать? Вот что вы делаете, что предпринимаете в своем центре? Ну, во-первых, мы еще нужно добавить, что нужно понимать, что есть маркеры скул-шутинга. То есть такие отличительные черты, да, поведения ребенка, по которым мы можем все-таки отследить, что ребенок склонен к такому поведению. Ну, во-первых, это визуальные маркеры. А когда мы видим, что ребенок зачастую одевает исключительно черную одежду, это широкие штаны с множеством карманов, это может быть белая или черная футболка с надписями, надписи такого вот содержания агрессивного какого-то, или с, например, именами, фамилиями тех людей, которые совершали этот скул-шутинг. Это может быть невербальные маркеры, вернее, вербальные маркеры, когда ребенок говорит об этом, рассказывает, упоминает часто в речи истории такие вот этих людей. Это, как вы уже говорили, интерактивный контент, да, когда он в соцсетях зачастую именно путешествует по таким сайтам, да, ему интересно. То есть, взглянув на его страницу ВКонтакте, уже можно понять, что ему интересно вот это вот тема. Это должны родители отслеживать, педагоги, да, вот кто это за всем этим должен следить? Ну, сегодня, надо сказать, школа уже отслеживает. Вот даже надписи, это значит, учителя должны разбираться, кто эти люди, да, вот если вы, как вы говорите, надо сказать, что даже вот в последнем случае, да, в нашем Челябинском, ведь школа работала с этим ребенком, он не был, ну, вызывал подозрения, да? Да, он вызывал, и были оказаны меры, и школа, в общем-то, ну, функцию свою выполнила. Но так случилось, что в какой-то момент, ну, может быть, не ожидали, что действительно, это, может быть, в начале года такое случится, все-таки, только еще все после каникул, да, отдохнувшие еще совершенно не подозрения. А я, знаете, что в этой истории, вот, сколько бы сегодня ни слышала и ни читала, всех обвиняют и все собирают в кучу, но про родителей как-то мало что говорят. И вот родители совершенно здесь, причем складывается такое впечатление, что, да, вот, перестали у нас воспитывать детей. Мне кажется, вот это одна из проблем. Родители заняты, учителя загружены, а дети в соцсетях. Тем не менее, ведь сегодня у нас, согласно закону об образовании, родители являются активными участниками образовательного процесса. И родители – это наши первые помощники сегодня. Я бы хотела обратиться к родителям и рассказать им о том, что сегодня существует такой вот проект, который уже не первый год запущен. Это, во-первых, социально-психологическое тестирование, которое проводится на всех детях, начиная с 13 лет в Челябинской области. Обязательно это проводится? Это проводится, да, во всех школах. И, конечно, это добровольно. Естественно, что нам нужно согласие, о котором мы сегодня уже говорили, родители. И мы заинтересованы, и также, я думаю, заинтересованы должны быть родители в том, чтобы охват был близок к 100%, чтобы все прошли это тестирование. Для чего? Что оно даёт? Тестирование, в общем-то, оно небольшое, занимает немного времени у ребёнка. Проводится с помощью компьютера или телефона на определённый сайт, по ссылке, который даёт школа. Ребёнок заходит и должен ответить на определённое количество вопросов. По результате обработки этого теста мы можем видеть, есть ли у ребёнка какие-то наклонности, например, депрессивные состояния входит ли он, на каком уровне находится его эмоциональное состояние, есть ли какие-то проблемы. И уже здесь мы можем на этом этапе обратить внимание на таких детей. То есть это абсолютно безвредно, это абсолютно безопасно для родителей и для ребёнка. А даёт ли согласие родители? Какой процент, какое соотношение вообще? В основном у нас дают согласие родители. В прошлом году наш город высокий процент показал по согласию родителей, это порядка 80-85%. Но наша задача, чтобы всё-таки 90-95% как минимум процентов... А причина отказа почему? Здесь даже никуда ходить не надо, да? Ну, здесь, знаете, есть ведь и такой процент детей, которые и согласились, например, а потом по какой-то причине не успели, например. А у нас есть сроки, то есть это до середины октября проходит тестирование. То есть мы должны вложиться в эти сроки. И такие ребята есть. Есть те, кто считает, что это как бы не нужно ему. Или, может быть, есть какие-то опасения, что будут какие-то там последствия такого тестирования, могут сделать какие-то выводы куда-то там ребёнка. Но я ещё раз хочу сказать, что это абсолютно безопасная процедура, и она очень важна для нас и для родителей, для педагогов, для психологов, потому что даст нам именно возможность работать дальше, простраивать свою работу с детьми, понимать, вот какого плана с проблемами сталкиваются наши ребята. Но если брать вот это ЧП вчерашнее в Челябинске, то доля родителей и доля школы в этом случае, в пропорции, в соотношении, как вы можете сказать? Ну вот недалее, как сегодня, мы беседовали с научным руководителем следовательского центра по профилактике деструктивного поведения города Челябинска, с Воробьёвой Татьяны Сергеевны. Это как раз ведущий специалист и психолог, который в данный момент занимается именно, ну вот, последние, начиная с понедельника, в самой, как говорится, гуще событий вот этих вот. И да, семья-то полная. И там есть и мама, и папа, ребёнок, двое детей в семье. То есть, ну, сказать, да, что, возвращаясь к вашему вопросу, какова доля влияния и семьи, и учреждения, ребёнок был с особенностями развития. Всё-таки ребёнок был болью, ну, ребёнок имеет диагноз. И здесь пока идут следственные действия, мы не можем говорить, утверждать финансовство семьи, вина школы, да. Но пока не учителя, вот самое главное, что учителя все говорят, что ребёнок, когда был тихий, незаметный, он ничем не вызывал подозрения. Ну, обычно вот такие вот дети, они обычно очень тихие, неяркие, не вот те хулиганы, которые обычно в школе. Всё у нас истекло эфирное время. Очень интересно, да. Мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. Спросите, пожалуйста, своего ребёнка сегодня, как он провёл день. До встречи в четверг. Берегите себя. Всего доброго, до встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова